Привет! Это новости на канале Смотрим с Брагиной. О всем интересном, что происходит в эфире и в реальном времени с участниками, настоящими и бывшими. Безбородова отметила год нахождения на доме 2. Она считает, что за это время кардинально поменялась в лучшую сторону. Юлия Ефременкова поздравила в сети с днем рождения свою маму. Пока девушка находится на островах, Ольга Орлова помогла ее маме с лечением собачки. Ксения Бородина в прямом эфире рассказала о возвращении на проект Ильи Ебарова. Это случится совсем скоро. И более того, Ебаров рассказал подписчикам, написал в комментариях о том, что они с Савкиной уже зарегистрировали брак в ЗАГСе. Уже дошли и расписались. Ну а зрители отмечают, как расцвела после родов Алена. Девушка научилась делать макияж, она поменяла цвет волос, у нее сошли отеки, свойственные беременным. Также Алена заметно похудела. Все это в комплексе, очевидно, и сделало ее более миловидной. Некоторые пишут, что она побывала за периметром у пластического хирурга, но это вряд ли. Она хоть и фотошопит себя в Инстаграм, но в эфирах, но с все так же картошкой. В последнее время стали возвращать очень много старичков. Теперь вот подтягивают Ваню Барзикова, бывший проектный сожитель Либершк-Падону, Африкантовой, Пинчук, Мексики, Полыгаловой, Донцовой, спешит на проект с благой целью. Он хочет взбодрить у гнездившихся рапторов, чтобы Рапунзеле и жизнь медом не казалась. Саша Артемова снялась для обложки нового журнала «Дом-2». Она дала большое интервью, рассказала о своей беременности. Будут даже совместные фото с Женей Кузиным в душе. В очередной раз расстались Кудряшов и Полинская. А вот ранимый парень Слава Потемкин снова вместе с Настей Ивановой. Поговаривают, что в финал конкурса «Свадьба на миллион» прошли две пары. Купин с Донцовой и Райсон с Шабариным. Ну и уже очевидно для всех, что победят Майя и Леша. Милославская покинула проект по собственному желанию. Та самая, которая кричала «Я утоплю твою собаку». Девушка уже присмотрела за проектом и парня, и работу. Даром времени она не теряла. Появились доказательства того, что история с расставанием Ябарова и Савкиной во время беременности – это сценарий. Не будь этого сценария, ребята бы жили мирно и счастливо. Это подтвердил Дима Кварцхелия. Оказывается, такой сценарий предлагали ему с Даной Николенко. Но ребята отказались, поэтому их выставили с Дома-2. Они решили не рисковать здоровьем малыша, ведь в условиях постоянных скандалов и провокаций может произойти что угодно. Рита Ларченко тоже неоднократно писала о том, что на Доме-2 она просто играла роль. В жизни она бы никогда не связалась с почти женатиком и никогда бы не обидела ребенка. Ларченко даже хотела бы стереть из памяти этот проектный год, ведь она на самом деле не такая. Рустам Солнцев пропиарился за счет поп-звезды 90-х Марины Хлебниковой. 53-летняя женщина действительно очень сильно изменилась внешне. Рустам, которому неведомо чувство такта, обозвал ее старухой-алкашкой. Он пишет, что Мариночка еле тянет душа на сопельке. Он считает, что ее выход на телевидение, первый за столь долгий период, приведет ее в чувство, потому что хоронить очередную спившуюся звезду 90-х очень не хотелось бы. В сети обсуждают маленький инструмент Артема Сороки. Но зато он поет очень прикольно. Очередной бред от желтых изданий. Пишут, что Ольга Бузова нетрадиционно ориентирована. Она открыто целовалась с подругой, которая тоже была когда-то на Доме-2, Ольга Гесетовской. Целовалась с засосом, с объятиями, прижиманиями. Все, как полагается, любящим друг друга людям. По слухам, бросили Марину Тристановну Абрамсон. Ее жених Ковалевский тусит в компании другой женщины. Марина была нужна ему только для пиара. Но я почему-то верю в искренность их отношений. А эта дама, скорее всего, просто его сестра. Редактор субтитров А.Семкин